Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID массива 6 уровня и рабочего NAS QNAP TS439U. QNAP NAS довольно надежное сетевое хранилище, но к сожалению ни один технический прибор не застрахован от возможных сбоев. Рано или поздно сетевое хранилище может выйти из строя и все данные которые на нем хранятся становятся недоступными. В этом видео мы покажем ряд шагов которые помогут вам восстановить доступ к вашим данным. Что же делать если QNAP NAS выдал сбой, а ценные данные находятся на RAID 6? Перед тем как начать процесс восстановления важно понимать что любые манипуляции с RAID массивом могут повлечь за собой риски потери данных. Поэтому прежде рекомендуется создать бэкап если это возможно. Неисправности бывают разные и зачастую NAS может просто не включаться или перестал загружаться. В таких ситуациях диски часто остаются в работоспособном состоянии и это создает возможность для восстановления данных. Далее мы разберем как достать файл из RAID массива при поломке сетевого хранилища. Для общего понимания технологии RAID давайте разберем как его создать на данном типе устройства QNAP NAS. RAID представляет собой технологию позволяющую объединить несколько жестких дисков в один логический том с целью повышения производительности и отказоустойчивости. Чтобы создать RAID массив вводите в веб-интерфейс вашего QNAP NAS, используя соответствующий IP адрес в браузере. Здесь откройте панель управления, менеджер хранения. На вкладке управления томами кликните по кнопке Создать. ОК для подтверждения. В окне мастера создания тома выберите тип RAID массива, в моем случае это RAID 6 и нажмите Далее. Отметьте диски из которых будет состоять массив и нажмите Создать. После вы увидите уведомление о том, что все данные на дисках будут затерты. Нажмите ОК для подтверждения. После начнется построение массива, форматирование дисков, инициализация дискового массива. Процесс довольно продолжителен по времени. По завершении станет доступным создание общедоступной сетевой папки и другие настройки тома. Теперь можно создать общедоступную сетевую, сетевую папку. Открываем файл station. Жмем здесь по плюсу Создать. Задаем имя. Если нужно указываем права. Готово сетевая папка появилась. Теперь можно загрузить данные. Если сетевое хранилище не реагирует на кнопку включения или внезапно выключилась, это может быть связано с неисправностью. Самый первый шаг в решении подобной проблемы – это диагностика неисправности. Мы начнем с того, чтобы выявить, почему QNAP NAS перестал включаться. Это может быть вызвано проблемами с обратной частью, электропитанием, программными сбоями и т.д. Для начала выполните визуальную проверку. Проверьте подключение питания и сетевого кабеля. Убедитесь в исправности светодиодных индикаторов на передней панели устройства. Обратите внимание на индикаторы питания, состояние дисков и сетевого подключения. Если устройство работает, но недоступно в сети, проверьте его состояние через веб-панель. Воспользуйтесь веб-интерфейсом, введя IP-адрес вашего NAS в браузере. Попробуйте войти в систему и проверьте отображение основной информации о состоянии устройства. Убедитесь в корректности сетевых настроек и проверьте сетевое подключение. В случае проблем с доступом к сети, переподключите сетевой кабель или настройте соединение заново. Если приведенные выше шаги не привели к выявлению и устранению неисправности, достать файлы с нерабочего NAS вам поможет программа для восстановления данных с RAID. Скачайте, установите и запустите программу Hetman RAID Recovery. Программа заново соберет из дисков разрушенный RAID и вы сможете достать из него все оставшиеся данные. Для начала процесса восстановления вы должны извлечь накопители из хранилища и подключить к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. И главное, не забудьте подключить все диски одновременно. Исключение может быть в том случае, если вы используете RAID, который может работать без одного или нескольких накопителей. В случае с RAID 6 можно исключить два диска из массива, учитывая тот момент, что оставшиеся накопители должны быть в рабочем состоянии. Если у вас нет возможности проверить работоспособность дисков, подключите все накопители, из которых был построен RAID. В том случае, если на материнской плате недостаточно SATA портов, или разъемов питания, воспользуйтесь специальными переходниками и разветвителями. Примеры вы можете видеть сейчас на экране. При извлечении дисков из NAS не забудьте их пронумеровать, чтобы не перепутать при повторном подключении. Также вам понадобится место для сохранения информации, равно объему восстанавливаемых данных. Hetman RAID Recovery поддерживает все популярные файловые системы и типы RAID. При подключении накопителей к ПК система может предложить их инициализировать или отформатировать для дальнейшего использования. Ни в коем случае не соглашайтесь. В результате вы можете полностью потерять оставшуюся информацию на дисках или процесс восстановления будет затруднен. Для того чтобы вернуть файлы запустите анализ дисков. Кликните по разделу правой кнопкой мыши и выберите «Открыть». На следующем шаге нужно выбрать тип анализа – быстрое сканирование или полный анализ. В случае выхода из строя сетевого хранилища, если программа верно собрала RAID, достаточно будет быстрого сканирования. По завершению сканирования откройте папку, где лежали файлы, которые нужно вернуть. Ранее удаленные файлы здесь отмечены красным крестиком. Содержимое каждого файла можно посмотреть в окне предварительного просмотра, включая фото, видео и документы. Чтобы открыть файл на полный экран, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Посмотреть в полноэкранном режиме». Далее отметьте все, что нужно вернуть и кликните по кнопке «Восстановить». Укажите место, куда сохранить данные, диск, папку и нажмите еще раз «Восстановить». По завершению все файлы будут лежать в указанной папке. Для безопасности использования поврежденных накопителей в программе реализована функция анализа образов диска. Это уменьшит нагрузку на диски и позволит продлить работу поврежденных накопителей. Для создания образа диска кликните по нему правой кнопкой мыши «Сохранить диск». Затем укажите путь сохранения. После вы сможете смонтировать данный накопитель и провести сканирование с образа. Для этого нажмите сервис «Монтировать диск». Укажите путь к образу и нажмите «Открыть». Если на вашем RAID хранились виртуальные LUN диски и было настроено целевое ICSI-сохранилище. Для того, чтобы достать из него файлы, сперва нужно восстановить Image файл. В этом образе хранятся файлы, которые были записаны на виртуальный сетевой диск. После анализа программой перейдите в папку ICSI Image и восстановите с нее файлы с именем нужного вам LUN в любое удобное место. Затем перейдите в главное окно программы и смонтируйте восстановленный файл. Сервис «Монтировать» РАМ образы. Образы дисков. Выберите все файлы. Выделите нужный и нажмите «Открыть». После проанализируйте смонтированный диск правой кнопкой мыши по диску «Открыть». Быстрый анализ. Перейдите в папку где хранились файлы, которые нужно вернуть. Выделите нужные и нажмите «Восстановить». Укажите путь куда их сохранить и нажмите еще раз «Восстановить». По завершению все файлы будут лежать в указанном каталоге. Таким образом вы сможете вернуть файлы, которые хранились на ICSI Celi, которые больше не доступны по сети. Более детальнее о восстановлении ICSI Celi QNAP и как восстановить ее работоспособность смотрите в другом нашем видео. Ссылку я оставлю в описании. Итак, мы рассмотрели ключевые шаги по восстановлению данных с RAID 6 неработающего устройства QNAP NAS. Помните, что процесс восстановления может быть сложным и требовать внимательности. Поэтому рекомендуется четко следовать рекомендациям. В начале процесса важно провести анализ ситуации. Определите, что именно вызвало сбой в системе. Для восстановления данных с RAID могут потребоваться специализированные инструменты. Используйте только проверенные программы. Также рекомендуется регулярно создавать резервные копии данных. Это поможет избежать потери информации в случае сбоев или неисправностей. Помните, что успешное восстановление данных зависит от ряда факторов. И результат может различаться в каждом конкретном случае. А на этом все. Надеюсь данное видео помогло восстановить ваши данные. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok